здоровенький ребята вы на канале ford mac ну что же все секреты сайта билла шифра часть 2 родители била плоский мир оксаводль и друзья белая что же давайте заценим что же еще не было рассказано с этого сайта какие факты можем узнать об этом чертовом треугольники ну что ж содерлинг давай поехали всем привет с вами содерлинг и это таинственный сайт билла шифра таить в себе еще множество секретов прошлый раз мы прошлись лишь по самым очевидным кодам попробовал вписать в компьютер имена персонажей мультика и подыгав на окружающие его предметы сегодня же мы копнем гораздо глубже ведь самые главные секреты сайта скрываются за кодами и шифрами в самых неожиданных местах и таким образом сумеем узнать побольше о родном измерении билла шифра и его сделках судьбе его друзей даже отсылочка на сияние серьезно последствиях страны гиддона знакомстве форта и магакита первой встречи билла шифра с детям времени акса лотли из хижины чудес и многом другом просто вписать персонажей более не выйдет шепшифтер дитя времени восьмерка крипто шерми а раку мультимедведь голди никакие известные нам имена и существа более не выдают результата но тем не менее может сайт еще будут полняться продолжить вбивать знакомые слова к примеру если в без страны гиддон то увидим газетную вырезку из сплетника gravity фолз вышедшего на следующий день после событий страны гиддона где сообщается что в тот день ничего не произошло всегда что-то происходит кроме вчерашнего дня не инцидентов не ситуации не случайностей а у очевидцев нет слов разве что зус 7 30 утра застрял в горшке с медом он же как раз говорил нам что очень голоден мэр тайлер сообщил любое обсуждение последних 24 часов должно быть таким же как мои джинсы неудобно коротко теперь давайте предоставим слово шерифу блавсу и помощника дорланду которые будут молча смотреть на вас следующие 30 минут угрожающе постукивая своими дубинками не надо люди и так все поняли далее по очевидным первый дневник это дневник веселья второй дневник дневник для тебя третий дневник дневник для меня книгобила спрячь я под футболкой во время присяги на верность зубы оленя для тебя малыш третий сезон второй сезон второй сезон первый сезон первый сезон минус первый сезон на где где антиграйти falls ждем блядь давай алекс хирш и gravity falls ну вот что угодно лишь бы не третий сезон также можно писать ловушка для туристов кое является хижина чудес и увидим флайер предлагающий посетить пещеры gravity falls где есть все ости символ на стенах кричащие скалы и даже бесплатная парковка но только учитывайте что аттракцион не несет ответственности за травмы таинственное исчезновение прохождение сквозь стены потерю рассудка смерть и острую необходимость оставить все позади и слиться с камнем с и бит название родного города стена и форта пляж стеклянных осколков то увидим фото аттракциона дыра в ад легкий намек далее можно писать название шоу утка тектив которая любили смотреть пальцы и увидим сообщение утка тектив в новом фильме любовь кряк на самом деле выйдет на ой это канал кокни не так ли уже этой осенью а также можно писать название шоу из 5 серии герцогиня одобряет а слава богу он такой довольно коротко просто помню что собой герцогини актеров были такие именно что язык сломается увидим граф лайнал что он здесь делает также можно вести савин и совок рекламируемый продукт из 20 эпизода мультсериала и увидим еще более забавную рекламу мол этот инструмент до чем банальная пробка что литимская увидим еще более забавную рекламу мол этот инструмент даровал людям в древние годы сам бог рад дабы они могли убрать маленькие пирамиды сов блокирующие колесницы и ценность его не изменится даже через века потому что у них там за такие совы которые скапливаются в кучке мы ни в коем случае не упустите предложение можно вписать и любимую песню диппера баба диска гелл и услышим ее полную версию в исполнении диппера который купается в душе не входите не входите надеюсь я тут ничего не прервал не 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 я тут просто послышалось буду тут 70 вернули а это был призрак ты услышал призрака услышал призрака поющего лучшие хиты на на должно быть это призраки сто эры ведь кто бы еще стал петь песни тех времен но ты ребенок в полотенце так что я пойду ух ладно это было близко на чем я становился а название песни крэй-крэй группы пару раз яну без шуток песня классная хотя ладно тут просто потому что я оба боже я обожаю песня бы с перекинет вас на страничку википедии психическое здоровье песня блэнь это так постебали фанаток всех бойсбендов ну хотя учитывая какой пиздец порой творится на концертах это как там все орут то в принципе ладно понимаю о правду сказал которую напевал зус перекинет вас на видео об обваривании овощей а я блэнчу вам ответит девочкам и блэнчем повторяя слова песни а шоу зуса fix in it one перекинет вас соответственно на короткометражке ремонт зусом если же блин обидно кстати говоря вот что что мне было обидно это то что в течение второго сезона не было никаких короткометражек но я понимаю почему потому что 100 сезон выходил кусочками то видно что серии очень как сказать скакали по качеству то есть видно было порой что анимация то есть она все еще хороша но видно было как будто тесны очень торопил не знаю из-за чего вот помните тот самый перерыв когда шоу пропало на кучу месяцев и в итоге мы ждали следующую 12 серию хер пойми сколько нам выдаст рекламу 90-х в том же духе кросс файер помню этот наследующий критик обозревал ролик про эту рекламу и помню он рассказал случай о том что он один раз сыграл в эту игру в кросс файер самим данты баску актером озвучки принца звуку учитывая что краски данты баска приходил на один из роликов по аватару это реально круто блять просто ты можешь быть круто как он говорил ты можешь быть крутым но ты недостаточно крут чем я когда я играл с данте баску с актером озвучки звуку а слепой глаз выдаст нам проверку на зрение которая при щучке размывается все сильнее и сильнее чтобы вам труднее было ее пройти однако же все не так просто бессвязный набор букв представляет из себя шифр цезаря который переводится как они увидят они все увидят отсылающих словам билла своих соотечественник а ниже расположен цветовой код говорящий отдел надзора за зрением эвклидии цветовой код очень похож на код который был это на обложке у блю майн у манды блю манды лета песня от не ордер эвклиди это как раз название родного мира билла шифра и если вбить его в компьютер но вполне ожидаемо сообщать что измерение не найдено один из самых сложных шифров книги билла состоял из отпечатков от кофейной кружки разбросанных по всей книге где каждый пробел в круге обозначает букву и из всех этих отпечатков можно было составить предложение его измерение мертво с коленой эвклид покойтесь мир даже такие детали оставили пиздец это слова связанные с геометрией и по всей видимости это имена его соотечественников или возможно даже родных если попытаться вписать с колен или эвклид в компьютер то нам также сообщат жизненная форма не найдена то же самое скажут и об эльфе скримблс и которого нам с вами пришлось убить перевернув страницу книги атера тюрьма где сейчас содержит био шифра выдаст нам небольшую инструкцию в которой говорится что в случае с древними богами не стоит пользоваться лифтами логично слово портал же сообщит нам что портал x был удален уверен ты сможешь построить еще не смогу блять это вообще-то хорошая игра куда вы удалили заразы опять искать липак легко сказать но для этого нужно хорошо разбираться в технологиях магаки со своими умениями мог заработать целое состояние не выходя из дома ведь айти до сих пор крайне востребованная профессия с отличной зарплатой и плюшками от работодателей и в эту сферу крайне легко войти с курсом айти специально автор плятного аппетита а мы продолжаем также можно вбить имя газа бёрнсайда это рейнджер парков орегона из секретного аккаунта алекса хирша который как вы помните пропал без вести после сожжения книги билла и тут мы увидим надпись сгорел изнутри а если вписать сгорел изнутри в срочку ввода то уже узрим его останки а на имя доктора эклберга ставшего паролем для первой версии сайта он ответит никогда больше не упоминая его имя и еще можно писать имя самого алекса хирша и в 999 случаях из тысячи вас перекинет на запрос фланель ведь он постоянно носит фланелевые рубашки но погабариваю что изредка если очень повезет вам может попасть а статья с теорией заговора в которой говорится о том что алекс хирш на самом деле умер еще в 2016 году и дисней ради коммерческой выгоды растворил вот ру в баке со скибидаром как в кто поставил кролика роджера и заменил вона реалистичного аниматроника ведь настоящий алекс был счастлив и хотел сделать третий сезон а нынешний же выглядит каким-то дряхлым будто постарел на 10 лет вот это я понимаю прожарка нет серьезная я выражаю искренне уважение всем кто занимался сайтом само собой алекс блять так прожарить всех опять же теоретиков людей которые строили там теории по богу того когда выйдет сезон что там будет самое смешное что ты даже видел теории про алекс что там типа ну хотя да я понимаю что сам алекс троллил аудиторию часто выкладывал там фальшивые кадры но блять вот это у него обвисла кожа на голове видны серые мелкие проводки похожие на седые волосы никто еще не видел чтобы нынешний хир сидел рядом с магнитом или проходил контроль безопасности в аэропорту так что он точно ранее он проходил контроль безопасности когда он пришел в россию для того чтобы сказать жидкое мясо робот он даже моргает азбукой морза заставляя вас купить блю-рей мулан 2 а 15 декабря ну ладно хорошо я могу все поэтому покупать мулан 2 извращение 24 года в 11 13 он будет проходить техобслуживание так что следите внимательно а если вписать дисне или микки гифка крысы зацензурена ради вашей безопасности и на этом собственно заканчиваются уже все связанные с gravity фоу слова литуин на мега измерение 52 зодиак ничего более не выдает результата остается пробовать лишь рандомные слова как к примеру любовь приводе этого и еще десятка подобных романтичных слов нам выдаст любовный треугольник один из вариантов билла для обложки его книги и по всей видимости то что увидят романтики загляну в нее написана им личная история любви которую здесь нам предлагаю частично прослушать глава 1 если бы мой отец знал что на самом деле я не возделываю сейчас поле с пшеницей а возделываю непаханное поле своего сердца ради любви я поймала на себе взгляд треугольного фермерского мальчика из немезиды только мыльный опер нам не хватало без дорогу от нас его звали уильям барандер масел поппин но я звала его бил он был беден но часто говорил о золоте романтипина твои глаза словно кричащие черные дыры он часто делал мне комплименты казалось все просто идеально но как вы знаете у каждой истории три стороны его конь клопштейн жаждал нашей смерти любыми способами а еще а слово страшный так быть фу где фу ему подобно если конечно есть фу то можно послушать и ужастик от билла даже породе на мурашки падает прекрасно я взглотнул из-под моей бирюзовой джинсовой бейсболки капал пот я знал что мне нужно открыть эту жуткую дверь шкафа иначе зак расскажет всем школе что я слабак ну вот подумал я потянул за ручку и распакнул вонючую старую дверь чтобы заглянуть внутрь я закричал это был билл глава 8 это не был билл это был лишь старый сломанный музыкальный автомат 50-х годов какие слушали мои мама и папа я перестал кричать мне было так неловко если бы зак узнал что я испугался старого отвратительного музыкального автомата он бы скорее всего надавал мне по морде глупый музыкальный автомат сказал я и пнул его своим аквамариновым баскетбольным кроссовкам внезапно его огни замерцали и в нем заиграла навязчивая музыка потрясение я отступил что тебе не нравится в золотых хитах сказал голос позади меня я резко обернулся все что там было лишь зеркало на но с моим отражением было что-то не так я схватился за свое лицо я стал старым отвратительные призрачный музыкальный автомат в отражении начал трансформироваться он приобретал страшную треугольную форму я закричал это был билл глава 9 это был не билл это был лишь зак я разыграл тебя зак рассмеялся зак был таким классным а я был просто волком который придумал себе слово хоррор крипипаста и ему подобные продемонстрируют нам городскую легенду номер сорок две тысячи восемьсот четырнадцать это что за бэк румс такой обычный на первый взгляд ресторан но стоит вам зайти внутрь за горстью пармезана вы обнаружите что теперь навсегда затерялись в лабиринте пищеварительного тракта древнего непостижимого бога короче своеобразная сепи если же вбить вирус то откроется огромный документ посвященный геному чумной палочки просто научный доклад без каких-либо пасхалочек слова монстр перекинет вас на поиск книги в конце этой книги монстр по мотивам улицы сезам но настоящего же монстра можно увидеть по запросам доритос начас или чипс которыми любят обзывать билла а если же спасибо я спать вообще-то хотел пить малыш мамочка папочка и другие подобные слова то увидим музей билла в зародыше поздравляю угадай что растет тебе прямо сейчас увидимся через девять месяцев папочка ведем жизнь жизнь на 72 процента выполнена теперь загружается смерть смерть кузен год жизни можно даже задать вопрос когда я умру и вам выдаст случайное число всего 17 лет осталось стопы лет одни что случилось я все боюсь чувствуется также как то когда ты еще не был рожден помнишь не так уж и плохо адриалин ты уже здесь кто ты могу задать тебе тоже вопрос ты безумен конечно же да чему ты клонишь а если же вбить слово бог или кучи ему подобных то увидим видео с проплывающими мимо статуи билла аксолотлем какая религия права шифрология налоговая служба не будет облагать нас налогом потому что они трусы шифрология любопытно держи разом открытым шифрологии посвящались целые культы во вселенной gravity force и мы с вами еще подробнее поговорим об этой религии в будущих видео религия саентология подавляющая личность обнаружено слово чудак увидим реалистичную хижину чудес с мелькающим силуэтом громадного белошифра на фоне классно сделано это какая-то моделька или это сделано воишки у не странный как я попал в этот компьютер как мне выбраться так твари и можете делать что угодно с ради угодно обливать все кровью вызывать сатану что но не смейте трогать странного а янковича и не смейте он американское национальное сокровище один из лучших парадистов как минимум за породину нирвану и упрощены все грехи белл выпусти меня отсюда белл янкович теория да ладно интернет в этот раз вы сами по себе удачи да ну нахуй если что мэтт п автор самых популярных англоязычных каналов с теориями вот это я понимаю клуб ахренеть по фильмам и играм пасхалка пасхалки звучит как теория заговора хорошо теория заговора ладно я этого не понимаю не понимаю я захожу на сайт и тут отчет так ведь но он пошел в обратную сторону все наоборот да обратный отчет я это имел ввиду и потом нажимаешь на зуса и он говорит фразочки парочку фраз и все они никуда не ведут должно же быть нечто большее да я написал тиджей эклберг я прочу всего великого гэтсби на всякий случай но как мы знаем я думаю должны же быть коты так может быть годы в этих глюках но в глюках ничего нет я уже теряю голову я уже теряю голову черт возьми что это значит что это значит мы тебя понимаем чарли дэйм мы тебя понимаем слово история же выдает несколько цитат я получил сообщение вселенной 1 2 3 никола тесла он действительно так считал 3 это магическое число школьный рок это мультик такой если бы треугольники создали бога они бы дали ему три стороны барон де мантескио это один из зачинатели либерализма геометрия существовала до сотворения платон и если же вбить как раз платон и еще несколько прилегающих немыслов это приведет нас к истории сделки билла с платоном древняя греция или какие тогда называли греция чтобы во все знают мать экстрикорной скоростью поэтому и связался с парнем с наибольшим количеством треугольников его альбоме платоном я думал что любой с такой длинной бородой должен знать как изобрести портал но единственное что он изобрел новую форму безработицы под названием философия что у него было ровно ноль полезных навыков я немедленно оставил его разум но он был так хорош в математике что продолжал находить уравнения способные призывать меня обратно он хотел узнать все тайны вселенной поэтому я приковал его к стене и устроил ему часовое представление теневого кукольного театра рассказывая ему основы не было так весело его мучить пока не появился этот невыносимый ботан пифагор и не начал пытаться измерить ему гипотенузу мерзость заведи себе собственную пещеру чудак а также по итогу как нам известно из этих записей платону взорвало голову также из записи невидимыми чернилами в третьем дневнике нам известно что био когда-то заключил сделку и со стэнли кубриком и терроризировал его разум кошмарами которые как раз и вдохновили его на создание фильмов и если же попробовать вписать кубрик в компьютер то увидим финальную сцену сияние в которой роль джека торрентса исполнил лично мистер шифр прикольно если вести мораль нам предложат отыскать морали в дикой природе где кстати самое смешное что взаимодействие била с кубриком очень сходится с тем фактом что в последние годы как говорилось что кубрика началась сильная паранойя он чувствовал себя очень очень паршивы до сих пор вокруг его смерти складывается очень большое количество всяких теорий загоров например то что николь кидман говорил о том что подъем получается не да это по-моему за какое-то время до смерти кубрики говорю что типа не приезжать код определенное место очень подозрительным вот реально это неплохо сходится ю конечно же нет вселенная слишком занята созданием новых видов крабов и бактерий чтобы заниматься созданием списка проказников если оно меньше тебя ешь это а если вбить слово ложь там био рассказывает о том что в древние времена истины считалось то что выходило из уст короля или священника а в нынешние времена правду определяют ботаники но даже так людям так не нравится слышать нелестную правду что они покупают ложь и живут во так измени реальность врите пока то что вы хотите чтобы было правда и не станет правдой врите до тех пор пока не сможете вспомнить что ложь а что нет врите пока это не перестанет быть ложью пушка о да о да о да они оба о да они оба потянулись за это отсылка к песне из мюзикла чикаго дела семейные это фразочка стива уркеля из собственно сериала дела семейные при вводе расставания же увидим вывеску кафешки в которой билл запевал свое расставание с фордом я название это игра слов о грустно вы вернетесь вернетесь вот сколько он там бухал или и в отношении слова пик перекинет вас на покупку дивиди гравити фолз мяу покажет вам кошачью версию интро скелет тос мечом он найдет тебя а всякие новомодные словечки вроде нфти из кибиди крипта фортнайт и ландоги рис яд сообщат вам что ваши привилегии жизни отменены выпускаем ядовитый газ кто-то даже додумался да вот они такие всех активщиков просто собрали нет 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 сразу говорю если будет дело касаться подобно партнер не зовите стинклера это ввести эл из рио 2401 миф что при достижении 2401 монеты в супер марио 64 можно поиграть за луиджи а вот такое вам приводе зус напевает ту самую мелодию если же со злости не понимаешь что еще вписать ввести маты любые другие нехорошие слова нас заставит помыть рот с мылом что забавно то же самое произойдет если вписать имя политика тэда краза а если вы попробуете послать хирша тогда вас отправят на терапию при вписывании фбр цру или как же недолго все это продумывали твоя камера включена мы следим они все уведут хотя бы смысл это скрывать уже все об этом знают нет увидеть значит поверить реальность это иллюзия вселенная голограмма а голограмма вселенная покупай золото пока что ничего а ничего что-то вопрос ответ ответ вопрос тайна просто знак вопроса треугольник пытайся лучше и действительно все эти слова просто попытка попасть пальцем в небо это же gravity falls и здесь все не так просто главные секреты как всегда запрятаны за чередой загадок и шифров в самых тайных местах и угадать их никак уж не выйдет один из них примеру все это время таился прямо на сайте но его можно заметить лишь в тот момент когда за окном ударит молния которая светит рабочий стол валис кенерис долина пепла с латинского далеко не самое очевидное словосочетание еще и на незнакомом языке но если писать его в строку ввода мы увидим видео с маленьким биллом и его родителями в книге на поляете с письмом стен без шуток это прям реально хриповенькая это знаете бы хая и шуток побил для желания можно хорошего хайску сделать набили он самолично зашифровал некое сообщение используя когда-то придуманный им с братом код который наглядно показан на странице про детство братьев пайнс используя этот алфавит выясним что стэн зашифровал крайне милое сообщение люблю тебя братан и если вбить эти слова в компьютер увидим милый рисуночек как стэн во время их путешествия с форда махмарил русалку и подписал что все таки было на обратной же стороне рисунка вновь видим секретный код братьев который переводится как хочешь спрятать записи от родителей копов держи подсказку короли нью-джерси если вбить эту подсказку на ваш компьютер скачается шрифт кода братьев который позволит теперь вам запросто зашифровать свои сообщения а прикольно дипера с анаграмами порт в самом низу поделился кодексом криптограмм который скачает на ваш компьютер шрифты с рунами и шифрами билла и терра тюрьмы не хватает разве что кода автора но теперь же благодаря этим шрифтам мы сможем с легкостью разгадать все шифры к примеру на свече рядом с книгой можно заметить как раз такие руны которые расшифровываются как керст проклят если вписать это слово в компьютер то мы увидим статью в которой нэнси рейган супруга 40-го президента сша и другие знаменитости призывают детей не рисовать треугольники ведь они восхваляют бессмертного темного лорда кошмаров и сообщать в полицию если кто-то это делает для нашего мира звучит как бред сумасшедшего но в рамках gravity fools в этом действительно есть смысл ведь треугольники позволяли биллу следить за нашим миром на призме же слева с секретным кодом братьев зашифрованное слово ссори и при его вводе увидим фото форды магакета со времен колледжа а на обратной стороне историю из тех времен я очень нервничал за того что был первым магакетом поступившим в колледж свой первый день я постоянно икал школьный талисман засуну меня в шкафчик а мои усы застряли в точилке для карандашей если этого было недостаточно я написал уравнение доказывающее что вся вселенная на самом деле гигантская голограмма меня вы смели на уроке я был унижен должно быть я ошибся в расчетах пока я вытирал слезы в общежитии в ожидании трактора который заберет меня в комнату словно он ее хозяин ворвался мой сосед первокурсник из ниджерси и сбросил свои сумки он уверенно заявил что моя теория правдоподобна и что он не будет спать пока мы не докажем что она верна девять часов и одну чашку кофе спустя не говорите бабушки пожалуйста а это сделали доказательства гипотезы голограммы магакета пайнса не уверен каковы последствия этого змея для вселенной но я знаю что сегодня сделал то что когда-то считал еще более невозможным чем решение теории относительности я нашел друга рад буду новым приключением кстати похоже у этого парня 6 пальцев возможно нужны новые очки я раньше этого не замечал идем дальше письмо магакета обили шифре заканчивалась непонятным обращением спокойной ночи салли если вбить это предложение мы тоже увидим результат футболку с белом в костюме сжигающим церковь с подписью продолжает быть одержимым такси классная футболка если вписать слов на вот этот опять же после по-моему по-моему это джона леннона пошел где он вот так вот так вот ходил с широко опять же раскинутыми ногами его карта со флайера на воскрешение то увидим билетики визитку билла внизу записки форда дипперу о книге билла можно заметить код автора расшифровав который получим от астро пера с пера также латинское слабосочетание через тернии к звездам если вести его в компьютер увидим еще две страницы рассказывающие о похоронах билла форт взял с собой мэйбл чтобы наложить на статую билла проклятие волосы единорога и по сути впервые провел время с девочкой отметив что она не менее пытлива и любознательна чем диппер вокруг статуи же были заметные аномалии ближайшие тени вытягиваются в треугольные формы а компасы указывают в противоположную от шифра сторону словно он антисевер здесь не слышно ни звука даже птицы не приближаются мэйбл возможно почувствовав мое беспокойство произнесла импровизированную прощальную речь в честь билла который участвовал гораздо больше кукол из носков чем обычно бывает на похоронах прощай шифр ты мертв взорвался в голове моего прадяди огромная сила ранила твою душу реинкарнирую в полевку аминь мудрые слова от моей помощницы его похороны дали мне горько сладкое послевкусие завершения как странно сейчас оглядываться на все это когда-то считал его центром своей жизни солнцем своей галактики хоть на самом деле все это время он был черной дырой засасывающий все яркое свое бездонное эго является ли это статуя потерянная высвившая на солнце оболочкой бессильного забытого провала или предупреждением о чем-то зловещем что еще должно произойти ответный это ты мне дорогой читатель что ты видишь когда смотришь в глаза шифра огромные изречения билла закончили словами я все еще в твоем разуме и если вбить их в компьютер мы увидим небольшое видео вероятнее всего с путешествия стена и форда в арктику разговоры особо не слышно но он и не особо важен суть видео заключается в том что билл до сих пор продолжая следить за стенам а на семнадцатой секунде можно заметить световой код который расшифровывается как о малыш били носил липучки до 16 лет он говорил что шнурки это фашизм но на самом деле мы думаем он просто не мог понять как их завязывать в моменте как-то в очередной раз вспоминает как стэнли его одолел снизу можно заметить повторяющиеся руны just fit in просто впишись большая часть этих бессмысленных на первый взгляд кодов из книги обретает значимость как раз на этом сайте если ввести эти слова в компьютер вновь увидим особо незанимательное видео где опять же на 17 секунде мелькает цветовой код который расшифровывается как прощай били пожалуйста не плачь это не твоя вина что у тебя такой странный глаз будь в безопасности с мамочкой ты никогда не упадешь и мы всегда будем любить тебя несмотря на острые углы и все такое а в конце слышим реверснутое сообщение если его развернуть то услышим ты знаешь что тебе нужно просто впишись на странице голос из прошлого можно заметить шифр столько подробно проспать и суши пытаюсь все это пропустить а лучше пропустить через какую-то не знаю эти возможность создать что-то новое для играть вот здесь и так столько информации мать вы сынте просто реально ваше сколько это было потрачено времени сколько подробностей сколько нового материала для прям реально пытливых любителей gravity fox это просто великолепно господи маленький был такой милый и уже тогда нес киповатую хуйню била которая переводится как забудь прошлое и если видеть его в сайт мы увидим еще один световой код 2 плоскости это вперед назад иди туда куда глаза глядят потерялся ничего в эвклиде и путь найти легко до края направо ты беги и слева окажешься вновь ты прыгай высоко без слез и страха вылезешь из-под земли ты уверяю никто здесь не боится любимые всегда поблизости все роли и правила ясны в эвклиде и вы всегда заключены шифр и один за 26 на странице про попытки белого анимационное влияние переводится как резиновый шланг название одной из первых анимационных техник при вводе на сайт мы услышим детскую песню о том сколь же мал наш мир на удивление за все четыре минуты фанаты так и не сумели обнаружить здесь никаких шифров а сама песня была специально написана композиторами настолько раздражающе и надоедливо чтобы вывести из разума людей созданный белом ужасающий мультсериал на странице с другими вариантами обложки книги сверху также можно заметить цветовой код который расшифровывается как неравномерный вбив его в сайт мы получим фотографию билла в крови под арестом а снизу шифр терра тюрьмы который переводится как не тюрьма не необходимость сконцентрировать внимание не способны его удержать на странице сообщения матера тюрьмы же под изображением билла видим шифр эдин z 26 который переводится как существо так 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 видимо именно так его прозвали местные надзиратели если ввести этот код в сайт нам выдадут данные терра тюрьмы обилия самая большая любовь он сам самый большой страх он сам заметки сартерапии интересно все что он рисует это принципе отбива такого и стоит ожидать про хотя про чему ему в себе бояться основные и синие треугольники странные фобии пациента 3d очки жалюзи телевизионные помехи на странице расшифровки разговора полиции женщины сообщившая непристойном поведении шифра на соусе шифром билла закодирована ход салотель которая выдаст нам плакат о розыске прихвостней билла за которыми по окончанию страны гиддона началась охота все они желали найти то чего у них никогда не было дом шифр обещал им дать его запретенность но раз его планы были сорваны они примутся за поиски новый штаб-квартиры очень надеюсь что в тюрьме будьте осторожны и сохраняйте бдительность следующие измерения в которой они избегут может быть вашим в последний раз их видели во время разграбления страхомиды упаковывая свои вещи в разрешеные пулями фургон с психотерическим шаром восьмеркой нарисованным на боку куда же они отправились слева видно надпись семь глаз данные отсутствуют если вбить семь глаз строку вода то увидим изображение оракула таинственного существа из 52 измерения самая которая поставила форту пластину которая однажды встречал форт именно она рассказала ему о слабостях треугольника ведь как выясняется из книги билла однажды она была частью его прихвостней если же перевернуть фотографию на обратной стороне видим текст покинула его сбежала в измерении а в бассейне это против правил но только в этой реальности можно быть в безопасности от него секретный код снизу же гласит установите координаты на измерение реальность это очередная подсказка для нас вбиваем reality и видим где же прихвостни билла нашли новый дом по моему это наш с вами мир нет на странице с объявлением в рим хотя там один бомж был очень странным похож на какого-то странного гремлина с такими непонятными черными глазами может это бы восьмерка был не шифров межгалактический розыск сбоку кодом билла написано слово истерика и если бить его в сайт то увидим еще один сценарик полноценному эпизоду повествующие о первом конфликте этих двоих дитя времени винить билла за произошедшее в эвклиде и отказывается отдавать ему землю ведь его бабули и дедуля часики даровали ему бремя защиты временной линии а тех кто вас желает ее расплести пока шивер не отправит малыша нокаутом прямиком в ледниковый период в одном из следующих видео о детстве и прошлом био постараюсь для вас хотя бы простенько экранизировать этот диалог в самом низу можно увидеть невидимые слова просто блендин если вбить их в сайт увидим фото реалистичного блендина со времен дикого запада были хоть и неплохо писали его где он как вы помните застрял после событий страны гедона на странице про средневековье на шляпе волшебника рунами написано кровь титана отсылка к мультсериалу дом совы и если писать эти слова на сайте то получим еще одну отсылку как бы сказал сычек которого озвучил как раз таки алекс хирш на странице проведем на свече учатся там сразу две роли озвучил а рунами зашифрована проклятью уиты бэйна отсылочка уже главному антагонисту дома совы императору белосу если ввести это в компьютер то увидим доску уиджи используемую для общения и вызова демонов в данном случае била шифра экзорцисты даже звали его уильямом люцифером на странице про конфликт с волшебником рунами написано выкуси мэрлин и приводе на сайт получим изображение средневекового билла с подписью треугольный бастард отрезает волосы единорога 1499 а можно ли считать оба стал это ведь одна из его слабостей сверху же также можно заметить руны которые переводятся как дневной кошмар против ночного однако же данное словосочетание на удивление уже не дает никакого результата на странице об обществе антишифра на ноже можно заметить надпись аккуремус и терум которая с латыни переводится как мы встретимся но при вводе на сайт мы получим вырезку о кричащей трубе которая будет не переставая вечно кричать к ужасу окружающих и ничто не способно ее отключить на странице с рассуждениями треугольника человеческой кожи сбоку можно увидеть шифр билла который переводится как кожа книги это бумага и если вбить это в сайт то скачается файл для фотошопа предлагающий нам написать собственную книгу ниже видим еще один шифр билла папа книжка там что сделано из кожи при свою бабулю намекающий что вены стариков это карта сокровищ если ввести это предложение на сайте то увидим еще две страницы с рассуждениями билла человеческом жизненном цикле и поведении рассказывающие о том что младенцы это пик человеческой жизни ведь они могут получить что угодно одними лишь криками а у взрослых даже нет свободы воли билл даже составил небольшой словарик с переводом детских фразочек гага баба да да означает отец я жажду проявить себя тяжким трудом шахтах хорошо отправлять его шахту это под скалой карьером находится драгоценная руда на странице с очередными предупреждениями форда книги билла на готической моли можно заметить код автора который переводится как не фаза намекая что они такие всегда они временно как обычные годы а при вводе этой фразы на сайт нас перекинет на запрос черная краска для волос запачкала всю ванную комнату намекая на проблемы с которыми приходится сталкиваться руби штрих-код на обложке журнала же скажет нам и задрот а на сайте выдаст страницу с товарами от билла дайте мне эту губку в виде билла пожалуйста дарик с его фотками айвон трупачины губка способна истереть все что и колон запахом трупачины губка способна истереть все сотворенные вами ужасы блять но запахом трупа конечно ладно похуй я все это хочу купить чата рука и галактика сигнус 13 всего за триллион рассрочек по 20 баксов на странице рассказывающий о том как билл однажды прилепил змею дневнику форда на изображении этой самой змеи также можно заметить шифр билла который переводится как ураборос символ змеи поедающий свой хвост символизирующий цикличной жизни если вести это слово на сайте увидим целых две страницы об аксолотле но не о том котором вы подумали выяснилось что однажды мага кит подарил форду аксолотля который очень понравился ученому своим необычным внешним видом и свойствами ведь это редкая земноводная способна регенерировать даже если отрубить ему ручки они вновь отрастут в астекской мифологии он даже символизировал возрождение форт назвал его фрильям однако же билл был просто в ярости увидев аксолотли и потребовал немедленно избавиться от него и больше не отвлекаться на всякие мелочи форт отмечает что реакция шифра было похоже на отвращение словно слон испугался мышки однако же последовал просьбе своей музы и выпустил аксолотля на волю ощущая при этом странный горько сладкий осадок упущенной возможности вращающихся шестеренок судьбы но несмотря на это спустя 30 лет во время приезда диппера и мейбл мы все равно можем увидеть аксолотля живущего в аквариуме хижины чудес что-то не похоже интересно это фрильям вернулся или же новый аксолотль шифр сверху же декодируется кодом автора как пухлый мальчик однако же он ки балл куда не ведет на странице где билл описывает суть нашей миссии сбоку можно увидеть мелкий код который переводится как разрушение это форма созидания какой у форда любимый цвет если же вбить в компьютер первое предложение нам дадут улице зреть безумные чертежи мага кита с явно выраженными опасениями о дыре в космосе и необходимости рассказать форду о возможных последствиях завершения работы над порталом снизу можно заметить двоичный код который расшифровывается как нереальность введя это слово увидим огромнейший текст в котором билл предлагает вам стать бессмертным в виде идеи создавась ну слушайте идет идея были как раз таки неплохая стать идеей так вопрос а если ничего не получится если в итоге эта идея все-таки умрет каким-то образом пройдет забуду би историю мне сделают возврат если все в итоге накроется видимо огромнейший текст в котором билл предлагает вам стать бессмертным в виде идеи создав о себе историю которая будет предаваться людьми из поколения в поколение а на странице о смысле жизни на мороженке также можно увидеть шифр билла бубере введя на сайт который мы получим еще одну страницу о смысле жизни предлагающий нам просто начать делать то что вам хочется невзирая на правила и законы хоть грабить банки хоть захватить мир ведь рано или поздно мы все умрем не трати время на раздумья попытки же вести в компьютер вопрос какой у форда любимый цвет ничего не дадут ведь нам необходимо самостоятельно ответить на этот вопрос знакомые нам семь цветов не дадут результата однако же на странице своей музея форд рассказывал о том как био расширил его оптический спектр и показал ему восьмой цвет который ученый назвал в свою честь фортрамарин фордомариновый если вбить его на сайте то увидим отвергнутую научную статью стэнфорда о новом восприятии цвета после контакта с межпространственным существом полную научной ереси на каждой из этих картин нарисованных исключительно фортрамариновым он видит ландшафты котят и автопортрет однако же обычным людям увидеть в них ничего не дано и да чё-то по-моему доскам может конечно я недостаточно форт но все-таки и кони факт что и форд на самом деле хоть что-то там видел возможно бил просто в очередной раз затуманил ему разум самом начале же книги кодом терра тюрьмы зашифрована фраза даже его ложь это ложь в очередной раз намекающая на то что треугольника нельзя верь если вбить эту фразу на сайте сможем улицы зритель историю о знакомстве форда с белом с точки зрения шифра а можно пожалуйста такую же фигурку или наша первая партия в шахматы я прочитал мысли шестопаула ладьяна по 12 нет 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 он этого будет ожидать он будет ожидать любой змей гамбитов если только они сделают что-то совершенно совершенно случайное это собьет его с толку если только он не рассчитывает на случайность что противоположно случайности предсказуемость он никогда этого не предскажет ему ни разу не пришла в голову какова моя настоящая стратегия позволить ему победить потому что победа заставляла его чувствовать себя особенным и боже мой он жаждал чувствовать себя особенно все чувства собственного достоинства шестопала было связано с его представлением о себе как об одиноком гении что заставляло его бесконечно колебаться между головокружительным эго и стремительно падающей неуверенности в себе правда в том что он был лишь наполовину гением вторая половина казалось застыла 18-летнем возрасте он все такой же ребенок который целиком зависит от похвалы от его окружения шо поделать в принципе можно почитывая какое отношение было сверстников форту что у него особо-то и друзей кроме его брата не было совершенно не умеет общаться и понимать других просто идеальная пешка так вот был для тебя лишь инструментом ты говоришь так будто это что-то плохое инструменты полезны попробуй забить гвоздь в доску лубом и потом скажи что думаешь о молотках после этого так тебе никогда не нравился форт этого я никогда не говорил всем нравится иметь домашнего человека главное чтобы он помню когда необходимо съесть встать и сделать кувырок во время контроля над всей его жизнью если у тебя когда-нибудь будет приспешник тебе придется действовать точно так же о но ты слишком заботливый к вещам типа приспешников так ведь поговорим о твоих родителях сеанс завершён и даже на этом все не заканчивается вас ждет еще третья финаль да пиздец сколько там сейчас разбора сайта биошифра который мы с вами разберем самые главные и сложнейшие загадки подписывайтесь на мой телеграм где вас ждут дополнительные факты о книге и сайте а также в этом видео я вновь запрятал три шифра с дополнительными фактами попробуйте же их найти а с вами был содерлинг спасибо за просмотр и пока я хилей ребят господи столько подробностей столько всего и аперс вот пробива прям реально очень было шикарно ведь же послушать картинка на самом деле с его стертыми родителями это вообще что-то чем-то из этого можно охуенную вхс чеку сделать мать я все еще поражать этим сайтом я реально думал что там еще немножко фактов будет а то что эта часть на 40 минут и то что ждет еще одна часть которая возможно тоже будет на 40 минут ахилеть это прям кроличий норов который может застрять на дни на неделе я не страшно представить что если этот сайт будет продолжать дополнять и коды будут еще как говорится обновляться и новые слова тоже для того чтобы находить новые факты и интересные фишки 6 короче спасибо содерлингу респект лайк обязательно поддержите автор оригинала за такие старания за то что все перевел озвучил расшифровал заходите по вкусу ссылка в описании и спокойной ночи дружки прошки